доброе добрейшее веселейшее утро и мы продолжаем изучать тору продолжаем изучать тору чтобы понять как же работает этот мир как же он работает и как пройти свой жизненный путь получаем максимальную радость и удовлетворение физическое духовное материальное вот мы сейчас это все изучаем и для того чтобы понять законы которые управляют нашей жизни нашим миром давайте мы сейчас перед тем как мы будем изучать 9 главу 9 главу мы сегодня изучаем свитка эстер значит это замечательное произведение было написано около 200 2400 лет назад и передавалась прямо из поколения в поколение буква в букву это очень важно для сегодняшней главы там будет нюанс один буква в букву вот прямо если когда переписчик до который писал эту медилу свиток эстер она пишется на пергаменте пергамента такой свиток и доченька ты можешь принести мне пожалуйста свиток эстер у нас есть вот именно мир пергамент он в комоде там где стол в комоде свиток эстер там где книги такой стоит в коробке ну где книги ну где книги тоже все книги так вот сейчас я вам покажу этот свиток он переписывался буква в букву точка в точку прямо вообще и значит в нем скрыты огромные тайны но перед тем как мы перейдем к этим тайнам я выключу сейчас в инстаграме комментарии выключая значит фэсбуке остаются комментарии но лучше не пишите давайте фэсбуке тоже не пишите комментарии а именно сосредоточимся давайте разберем вопрос очень важный вопрос вот как вы думаете для себя просто вот вчера мы взяли ситуацию бежит значит дедушка по улице такой бежит дедушка да потом я вам покажу вот это свиток эстер значит бежит дедушка по улице за ним бежит с топором мужик такой с топором бежит прямо хочет его убить явно видно что он этого дедушку топором хочет сейчас догнать и зарубить он даже кричит все поймаю за рублю значит и у вас руке пистолет и вы стоите где-то в десяти метрах и значит вы понимаете что если у вас один патрон и усложним задачу вас один патрон вы не можете стрелять в ноги вдруг вы промахнетесь и тогда явно убьют и дедушку и вас еще вас теперь вы стоите у вас один патрон 10 метров мужик с топором бежит дедушка что делать значит вы для себя решите но я могу сказать общее мнение я думаю что большинство чтобы спасти дедушку застрелят этого мужика с топором какая-то часть скажет нет но пусть рубит уже ладно пусть рубит до чего делать пусть рубит теперь но я давайте усложним задачу а если вдруг в вдруг у вас приходит смс вот в эту секунду буквально у вас есть еще там пять секунд времени и к вам приходит сообщение по ватсапу или там по какой-то другой сети и приходит биография этого дедушки оказывается что это дедушка серийный маньяк убийца который убил до этого 50 детей включая ребенка этого мужика с топором не дай бог чтобы такого никогда не было но вот бывают есть такие маньяки которые убивают это полностью меняет условия задачи да теперь подумайте чтобы вы сделали в таком случае если вы знаете что вот этот вот дед убийца мужик с топором это папа ребенка которого убили жестоким образом и у вас есть один патрон и что вы будете делать могу сказать что часть скажет давай мужик руби часть даже застрелить дедушку раньше еще этого мужика потому что если он убил 50 детей то но я думаю что у многих из-за этого может пробудиться желание этого деда как бы пристрелить этот тот мир в котором мы живем это тот мир в котором мы живем можно еще усложнить задачу можно еще усложнить задачу можно сказать что это дедушка вот этот дед до который бежит он убил даже не так возьмем его родители этого деда жестоко убили жестоко убили дедушку и бабушку и родители этого мужика то сам дед не убивал но его родители убили со страшной жестокостью родители этого мужика с топором и его всю семью в там вообще убили закопали живыми тоже сложная задача то есть когда мы говорим надо быть добрым надо быть надо быть вот таким вот добрым то да надо быть добрым но вот есть вот такие вот ситуации пограничные о которых мы сейчас как раз и будем говорить в этой в этой вот девятой главе свитка эстер в котором как раз и наступил момент наступил очень такой очень наступил напряженный психологический момент вот в этой девятой главе как мы знаем был аман амалититянин который задумал убить весь еврести народа он разослал письма разослал он письма по всем 127 странам что 13 числа месяца адар что было понятно сегодня 10 число месяца адар как раз 13 числа месяца адар всем вооружиться вооруженным силам и было второе письмо внутри которое надо было открыть именно 13 числа в нем было написано что надо разрешено в этот день разрешено и приказано убивать евреев и все кто хотят убивать евреев евреев являются вне закона во всех 127 странах как недавно 70 лет назад так сделали нацисты и кто хочет может их убивать это была его задумка теперь когда он это все задумал это его задумка раскрылась и царь ахашвирож сказал что самого амана повесить и он тут же приказал амана повесить его уже повесили а мордыхай и эстер мордыхай стал премьер министром вместо амана еврей в городе сузы и эстер царица жена царя тоже еврейка и царь им говорит невозможно ничего сделать приказ царя отменить невозможно делайте как хотите и тогда мордыхай и эстер пишут письмо в опять же в службы безопасности всех 127 стран и в еврействе общины говорят что 13 числа можно защищать себя и можно защищая свою жизнь убивать тех кто хотят убить вас то есть они решили что это будет единственно возможным выходом так как отменить первые письма нельзя дать письма наоборот право на самозащиту право на вооруженную самозащиту и эти письма ушли что 13 числа евреи могут защищая свою жизнь убивать своих врагов которые хотят убить их вот мы подошли к 9 главе подошли мы к 9 главе теперь вот смотрите прежде чем мы начнем читать это очень важного для сегодняшнего урока хочу вам показать как выглядит свиток эстер вот на пергаменте на пергаменте с тех пор как 2400 лет назад впервые была записана медилат эстер с тех пор вот так вот пишется это пергаментный спит и свиток и вот так вот пишется прямо в аэ и бмэ кашверош читают на специальную мелодию на особенную мелодию и значит все написано видите прямо знак знак буква букву все написано не изменяясь 2400 лет это очень важно очень важно для сегодняшнего урока как раз я вам возможно покажу покажу кое-что очень интересное прям тайны здесь тайны мироздания невероятные тайны мироздания теперь смотрите читаем девятую главу 9 глава значит начинается с того что так 9 глава начинается у нас с того что значит 12 в 12 месяце сейчас 12 месяц года месяц адар по лунному календарю по еврейскому сейчас идет 12 месяц года месяца даром значит 13 числа когда пришло вот этот приказ царя пришли два противоречивых приказа первый приказ пришел что можно убивать еврея второй приказ значит пришел что евреи могут защищать свою жизнь когда приказ в этот день когда хотели замышляли в ради и иудим в ради евреев властвовать над ними в на фок у на фок у мы знаем что медиа дистерси тистерни вообще не используется ни разу имя всевышнего никак не бог не всевышний не творец а только написано вот эта фраза которая показывает как всевышний управляет мира фраза звучит так и перевернул он перевернул он что значит он дал силу евреям в властвовать победить над своими врагами ненавистниками то есть в этом мире кстати очень интересно что в этом мире очень интересно что происходит знаете что вот говорят иногда что в этом мире важнее сила или удача и однозначно понятно что удача важнее потому что давид царь давид он был маленький безоружный царь давид он убил гальята который был галят был одет в такие доспехи там вообще у него было копье три метра и царь давид подошел тогда не был царем он был пастухом он взял говорит камень говорит что это за обезьяна взял покрутил кинул и значит и победил интересно что даже чемпион мира по рукопашному богу хабиб до хабиб нурмагомедов когда он победил своего врага вот этого ну в бою врага магрегора его спросили ну как же ты победил он уже ли все от всевышнего все от всевышнего победа от Всевышнего, сила от Всевышнего, все от Всевышнего. Значит, второй отрывок. И собрались все евреи в городах, во всех странах, царях Ашвероша, и значит, они, ну такое древнее выражение, как слово полку Игореве, лишло ахят, послали руку на тех, которые хотели для них зла. То есть, было так, что когда те, кто хотели на них зла, и которые хотели их уничтожить, так они им же ответили лишло ахят в тех, кто хотел им зла. И никто не мог устоять перед ними. В этот момент у них была такая сила и такая удача, успех, удача, что напал пахот, напал страх на все народы перед ними, которые были там во всех 127 странах. И все министры стран вот этих вот, которые были 127 стран вот этой империи, значит, они начали помогать евреям. То есть, все министры, все правительства, все люди, которые были до этого нейтральны, то есть, были вради, которые хотели их уничтожить. И на них напали евреи, это была между ними война. Теперь, а все остальные народы в этот момент, они увидели, что правда на стороне евреев, и они подключились к евреям. Почему? Потому что упал страх Мордехая на них. Мордехай был премьер-министр. И простое понимание, что упал страх Мордехая на них, это что они увидели, кто у власти. И обычно народ идет за тех, кто у власти. Но есть второе объяснение, что пахот Мордехая, кого Мордехай боялся. Мордехай не боялся Амана, которому падали... С чего началась история? Все падали вниз перед премьер-министром Аманом. Все падали вниз, все боялись. Один Мордехай сидел и не двигался, сказал, я перед ним кланяться не буду. Почему? Потому что у него был страх перед Богом. Он говорит, у него идолы на костюме, я ему кланяться не буду. Получается, что страх Мордехая, у него был один страх, страх перед Богом. Когда есть страх перед Богом, так ты уже никого кроме Бога не боишься, потому что все остальное это оружие в руках Всевышнего. Весь этот мир это просто такой пластилин в руках Всевышнего. И на всех напал страх перед Богом. Пахот Мордехая это страх перед Богом. Теперь интересно, когда-то меня, когда я только начал соблюдать заповеди, включаться в религиозную жизнь, мне было интересно, а как это будет приход Машеха, приход Мессии, приход Машеха, а как это будет? И мне как-то один человек, он объяснил очень простую вещь. Он говорит, смотри, вот мы воспринимаем мир, просто привыкли, что мы видим и понимаем. То есть мы смотрим вокруг и каждый человек в меру своего знания, в меру своего развития понимает, что вокруг происходит. Есть люди, которые глубже понимают, они видят взаимосвязи. Есть люди, которые духовные, вообще они видят какие-то глубины. Есть какие-то люди, которые видят ауры, как они считают или как они говорят. Может и видят, мы же не знаем. Каждый человек видит мир, он воспринимает какую-то картинку у себя в голове. Так вот мне объяснил это такой вот Раф Пинхасович его фамилия, Шимон Пинхасович. Он говорит, что когда наступит эра прихода Машеха, то будет божественный свет и все увидят истину. То есть просто включится другой уровень понимания, другой уровень осознания. И в этот момент всем откроются глаза и все увидят, вот это добро, это зло, это пустое, это не пустое. И он говорит, что те люди духовные, которые к этому были готовы, они от этого божественного света станут очень сильными. Они просто станут как надуются такие, как воздушные шары, как великаны такие. А те люди, которые не были к этому готовы, злые, такие материальные, разврат, ну и так далее. Разные такие плохие люди, они взорвутся, они лопнут от этого света. То есть и он еще привел пример, как когда идет электрический ток сквозь провода, то в зависимости от чистоты материала провод нагревается. Грязный материал, провод сгорает. Чистый материал, какое-нибудь оптиковолокно там или какие-то из других материалов, они пропускают ток даже очень большого напряжения. Получается, что в момент, когда Всевышний раскрывается, в этот момент те, кто готовы к этому свету, они становятся сильнее. Те, кто не готовы к этому свету, они сгорают. И вот здесь произошло в этот момент то же самое, что страх Мордыхая напал на все народы. Враги, которые были враги евреев, то есть ненавистники Всевышнего, они от этого света, они сгорели. А те, которые были за Бога, они радовались. Потому что Мордыхая был большой в доме царя, и его слух о нем, он уже прошел по всем странам. И, значит, чем больше Мордыхая был у власти, чем больше он был премьер-министром, тем больше росла его сила. То есть здесь очень интересно, что когда человек приходит к власти, вот я помню, например, на своем веку было много разных президентов, правителей и так далее. И получается, что бывает, правитель заходит на власть в современном мире, и с каждым годом народ все более и более его любит, уважает. Бывает, что он заходит, его уважали, проходит какое-то время, и его рейтинги вот так вот падают. Вот здесь Мордыхая, его рейтинг рос. Его рейтинг рос, и чем больше он был премьер-министром, тем больше была его слава и уважение к нему. Пятый отрывок. И, значит, дословно и ударили, а иудимы, ударили евреи всех своих врагов. Значит, была война, они дрались мечами в то время. И, значит, сделали они с теми, кто хотел их уничтожить, керецунам. То есть они каждому вернули, как он хотел сделать им. То есть если человек хотел убивать, они его убивали. Если он хотел не убивать, они не убивали. То есть получается, что каждому в этот момент, когда проявляется вот этот божественный свет, тогда каждый получает в зависимости от того, что он делал по отношению к другим. Я здесь хочу чуть-чуть остановиться и рассказать одну очень известную историю из Талмуда. Был такой раб Иуда Анаси. Раб Иуда Анаси, он был из рода царя Давида, и он был глава еврейского народа, глава мудрецов, где-то около двух тысяч лет назад. Он был на сей, это как царь, да, то есть он был как царь, очень богатый, очень влиятельный, он был великий мудрец Торы. И как-то он заболел. И он заболел так, что 10 лет он мучился. Написано, что каждую ночь он так кричал, что его крити были слышны за там, не помню, 5 километров или 10 километров. То есть на всю округу были каждую ночь, 10 лет слышны его крити. Я видел комментарии, что у него были камни в почках, что он орал из этих камней в почках. Может быть, но это было 2000 лет назад. И когда спросили его, за что, почему это ему такие были страдания, оказалось, что страдания у него начались в один момент. В один момент у него начались страдания. Когда он во дворе видел, шел он по двору и видит теленка, маленький теленок, который убегает от шойхита. Шойхит это специальный раввин, который режет животных по еврейски, по иудаизму. Когда режет животное, ему очень острым ножом, одним движением перерезают в горло вот эти вот все артерии, сонную артерию. У него сразу отключается мозг, он не страдает. То есть, очень важно в этом способе шхита это называется, чтобы животное не страдало. Поэтому нож остротой, как бритва, его проверяют перед каждой резкой, чтобы там не было ни одной зазубринки. Он прямо как бритва-бритва. Ему одним движением, эти шойхиты, они очень обученные люди, специальные раввины, он перерезает ему сонную артерию, которые идут в мозг, и животное просто из него выходит вся кровь, и оно умирает. И вот этот шойхит с этим своим ножом бежит за этим теленком. Теленок подбежал к Раби Уде Анаси и, значит, уткнулся мордой в его, как бы, к нему мордой уткнулся. Раби Уда Анаси ему говорит, смотри, говорит, ты для этого был сотворен, для этого ты был создан. То есть, ты, твоя судьба, это кормит людей. Для этого ты был создан. Отдал этого теленка шойхиту, и, значит, с этого момента, из-за того, что он проявил, при этом это же можно тоже расценить как некую жестокость, для этого ты был создан. В общем, у него начались боли, 10 лет у него были боли. Талмуд говорит, а когда закончились у него боли? А боли у него закончились в его доме. Служанка, она подметала пол, и она нашла маленьких, несколько крысят, этих животных таких, да, детей-крысы. И она хотела их выбросить, убить. Он ей говорит, стой, говорит, написано же в псалмах Давида, Верахамав, милосердие Бога на все Маасава, Аль-Коль-Маасава, на все его творения. И он их спас, и он их там, ну, говорите, не выкидывай, не убивай, покорми там и так далее. Он проявил милосердие, в этот момент он выздоровел. То есть мы видим, что на очень высоком духовном уровне действуют какие-то особенные закономерности, почему человек болеет. Говорят, что корень большинства болезней психосоматика, что у человека изнутри идут психологические какие-то процессы и так далее. Получается, что когда написано здесь в Медилат-Эстер, что они, евреи, убивали своих врагов и делали со своими ненавистниками к эрэцунам, как те хотели сделать с ними, мы видим, как работает этот закон воздаяния, закон воздаяния, который возвращается. И в Шушани-Абера, в этом городе Сузы, вся эта история была в городе Сузы, Арго и Иудим убили евреи, 500 человек. И вот сейчас начинается самое интересное. Идет перечисление 10 сыновей Амана, имена очень сложные, Паршандаса, Дальфон, Аспата, Пората, идет перечисление этих 10 сыновей. Интересно, что Веленский Гаон говорит, что это все имена были идолопоклонству. Аман давал каждому сыну имя идола. Это были, у каждого сына было имя идола. Но самое здесь интересное, что уже 2400 лет назад, Медилат-Эстер, вы видите, написана она как бы одинаково. В иврите, в святом языке нет больших и маленьких букв. Видите, все буквы одинаковые. Все буквы одинаковые. Если буква изменена, если буква изменена, ее размер, Или маленькая, или большая, то это шифр. Это делается только для того, чтобы передать какой-то шифр. И вот 2400 лет назад в перечислении 10 имен сыновей Амана, идолов, Были написаны 4 измененные буквы. Была буква Тав, была буква Шин, была буква Зайн. Тав, Шин, Зайн. И была буква, а, Тав, Шин, Ют. Тав, Шин, Ют. И была буква Вав, большая. Значит, 2400 лет, каждый Пурим, два раза читали Медилат-Эстер, И каждый раз возникал вопрос, а что это за 10, что это за измененные буквы? Зачем измененные буквы? Какой код? Какой это код? Что тут записано? И не знали. Не знали до момента, пока не наступила похожая история. Похожая история наступила в 1933 году, когда к власти в Германии пришли бандиты, сумасшедшие такие маньяти, нацисты, фашисты, во главе с Дитлером вообще и Макшмо, чтобы стерлось его имя. Это абсолютно больной, сумасшедший человек, который хотел уничтожить весь еврестий народ без исключения, и который хотел захватить весь мир и уничтожить другие народы тоже. То есть он был совершенно маньяк, который дал себе право, откуда он его взял, убивать людей, уничтожать людей, захватывать, решать, кто будет жить, кто не будет жить. То есть, ну, маньяк по определению. И его главная задача была уничтожить весь еврестий народ, как когда-то мы видим в этой истории в Пуримской, как задумал Аман. Естественно, что, слава богу, его план не сбылся. И вместо тысячелетнего рейха, который он строил, 12 лет эта группа бандитов, маньяков, сумасшедших, она сумела уничтожить. Около 100 миллионов погибло во Второй мировой войне, и еврейского народа он успел уничтожить 6 миллионов человек, полтора миллиона детей они сумели уничтожить. В 1945 году, естественно, что их победили, зло не может долго существовать, у зла нет ног, оно такое вот очень кратковременное, относительно. И, значит, 12 высших руководителей вот этой вот нацистской Германии их судили, судили их на Нюрнбинском процессе. Интересно, что приговор им зачитали в году, который по еврейскому летоисчислению называется 5710 год. 5710 год. Что это за 5710 год? Это как раз то, что записано в 10 сыновьях Амана, вот эти измененные цифры, так он и пишется. Вав, это шестое тысячелетие, Шин, это Тав, Шин, это 710 год. Ровно приговор был им зачитан, вот этим вот 12 нацистским преступникам, это было начало вот этого вот года, 5710 года. Теперь, что интересно, один из них, ему зачитали приговор заочно, почему-то его не было, один из них, он закончил жизнь самоубийством в тюрьме, он укусил этот цианистый калий, и 10, ровно 10 этих нацистских преступников повесили, повесили их по приговору Нюрнбинского трибунала. И один из них, который знал, они же нацисты, они тоже были эзотерики, они там пытались какими-то знать, служить идолам, как этот мир устроен, они пытались узнать. И получается, что один из них прямо перед тем, как его вешали, он кричал, это Пурим 1947 года, это Пурим 1947 года, и в этот момент его повесили. Интересно, видите, насколько духовные вот эти вот законы, они работают. Теперь, значит, убили 500 человек, 10 человек, сыновей Бнеамана тоже. И вот очень важная фраза, что у Бабиза ложь алхует я дам. В грабеж никто не занимался грабежем, то есть убивали врагов, которые хотели убить их, но ничего не грабили, значит, не тронули ни одной вещи. И, значит, в этот день, 11 отрывок, пришел количество убитых в Сузах перед царем. Ему доложили, смотрите, значит, убили вот этих вот неонацистов, которые хотели убивать евреев, бандитов этих убили 500 человек. И сказал царь Эстер, значит, он, Эстер, говорит, смотри, Эстер, в Шушан, в Сузах, в столице убили евреев 500 человек. И 10 сыновей Амана, значит, повесили. А что в других странах творится, спросил он. И какая твоя просьба, и что ты хочешь от меня давать? В общем, я вижу, я на твоей стороне, я вижу, какая ты вообще праведница цадика, значит, проси, что ты хочешь. И сказала Эстер, если царю хорошо, тогда дай разрешение и завтра евреям, которые в Сузах, именно в городе Сузы, в Шушане, сделать, как сегодня. И, значит, еще раз повторена вот эта вот ключевая фраза уже три раза, три раза эта фраза повторена, и 10 сыновей Амана повесили на дереве. Что в этой фразе скрыта очень большая смысловая нагрузка на годы вот этот код, когда это будет. Теперь на вопрос, почему это было, как это было, ответа я ни в коем случае не могу дать, я не знаю. Нет однозначного ответа, почему это было и как это было. На любую ситуацию действует множество законов духовных, множество законов физических, множество законов психологических, множество законов разных. И любая ситуация, она является следствием очень многих, очень многих законов, которые на нее влияют, векторов, очень много векторов и так далее. Но интересно, что вот мы видим, что в духовном плане эта ситуация была создана как раз, она была создана, эта ситуация, так же, как была создана ситуация с Пуримом. То есть в Пурим были основное же то, что приходит на человечество в целом и на каждого из нас в частности, это то, что было заложено в духовных каких-то пластах, заложено раньше. И мы сегодня получаем, идет снег, он идет не потому, что сегодня холодно, а снег идет потому, что летом было жарко и вода поднималась, испарялась, потому что откуда-то с севера пошел ветер туда, потому что где-то на юге там этот самый айсберг растаял, ну и так далее. То есть ситуация, которая приходит на мир сегодня, это следствие каких-то очень больших глубоких законов. Теперь ситуация, которая приходит на каждого человека в частности, это следствие еще большего количества законов, которые идут все из прошлого и из будущего тоже. Потому что интересно, что когда есть индивидуальный суд человека в Роша Шана, начало года, это как индивидуальный суд каждого человека, как бы его карма, его прошлое, то, что человек делал, оно все просчитывается, просвечивается вот этим вот духовным лучом. И очень большой, важный, очень важный параметр, о чем ты думаешь, что ты хочешь создать, куда ты двигаешься, какую пользу ты хочешь принести в мире. У меня недавно было интервью с таким интересным человеком Сейдмурот Давлатов, да, он мусульманин как раз и так далее. Он очень богатый, мультимиллионер и все. И я ему говорю, а какая ваша, вот, как вы думаете, секрет, почему вы такой богатый? Он говорит, я прямо, для меня главное приносить пользу людям. И говорит, я сейчас нашел, я сажу миндальные деревья, которые будут от 150 до 600 лет давать плоды. Я, говорит, хочу не просто сам получить пользу. Представьте, когда человек садит дерево, которое будет 150 лет приносить плоды, он же не про себя думает и даже не про своих детей. Он просто хочет приносить пользу. И очень важно, в каком направлении ты думаешь, что ты хочешь, куда ты двигаешься, ты хочешь делать добро или хочешь делать зло. И даже если человек, мы видим здесь, хочет сделать кому-то зло, это зло, он его еще не сделал, но оно может на него же прийти. То есть тот, кто хочет, тот, кто сделал зло в прошлом, понятное дело, что ему воздастся. Тот, кто хочет делать зло, то ему тоже воздастся просто даже за то, что его направление в сторону зла. Все, удачи, успехов всем Хорошего, прекрасного дня Пурим в этом году наступает как раз 13-я дара, это будет четверг В этот день постятся Значит, в этот день постятся 13-го дара, это пост СТР Вечером читают Медилу Утром в пятницу Читают Медилу в городах Без стены, а в Иерусалиме Значит, читают Медилу Тоже в пятницу В пятницу Медила от СТР И, значит, уже трапеза и веселье В воскресенье в Иерусалиме А во всех городах других в пятницу Все, всем удачи, успехов До завтра, завтра мы закончим С Божьей помощью 9-ю главу И у нас останется 10-я только глава И мы закончим подготовку к Пуриму Закончим изучение Свитка СТР Медилат СТР Все, всем удачи, успехов, прекрасного дня Наполненного добрыми устремлениями И деланием добра Очень важно делать добро И служить Всевышнему Служение начинается с того Что ты его за все благодаришь И просишь, чтобы он тебе дал Ресурсы для того, чтобы делать добро Все, всем пока Удачи, успехов Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok